Друзья, всем здравствуйте, всем добрый вечер, добрый день. Сегодня у нас продолжает серия прямых эфиров с главами русских домов. Я напомню, что меня зовут Юлия, и сегодня с нами на связи и у директора русского дома в Улан-Баторе Валерия Кирпякова. Валерия, здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. Я приветствую вас и всех участников сегодняшнего прямого эфира. Друзей, коллег из Монголии, России, а также других стран, если кто-то нас сегодня смотрит. Я приветствую вас из страны вечно синего неба, из русского дома в Улан-Баторе. Валерия, расскажите нам для контекста нашей беседы, какая Монголия для вас. Ну, Монголия для меня это очень дружественная, гостеприимная страна, где много людей, которые очень любят Россию и с теплом относятся и всегда протягивают руку помощи. Независимо от того, ну, в какой ты ситуации оказываешься, будь то на дороге во время движения или когда ты там паркуешь машину. То есть это люди, которые, ну, всегда очень тепло относятся к нам, россиянам. Но, а сама страна, она очень, как говорится, славится своими просторами, горами, степями, вечно синим небом и ярким солнцем. Я думаю, что 360 дней в году в Монголии светит солнце. Солнечная Монголия с нами на связи сегодня. Да, Монголия – это действительно солнечная, гостеприимная, дружелюбная страна, соседствующая с Россией. Ведь мы вечные соседи. Ведь граница, нас разделяет граница 3400 с лишним километров. Вот, поэтому соседние регионы всегда бывают очень часто в гостях в нашем русском доме. Поэтому Монголия – страна, которая воспитана на каких-то традициях российских, советских. Вот, и старшее поколение особенно тепло относится к нам и старается передать свое вот это чувство своим детям, внукам. Хорошо, Валерия, расскажите нам, пожалуйста, кратенько историю русского дома в Улан-Баторе. Какие-то, может быть, знаковые моменты в деятельности русского дома были за прошедшие годы существования его? Да, история русского дома берет свое начало в 1976 году, когда этот прекрасный дворец, тогда это был Дом советской науки и культуры, потом РЦНК, Российский дом науки и культуры. Сейчас мы называемся Русский дом. А вот в 1976 году, уже 46 лет назад, этот дом распахнул свои двери для наших друзей. В то время много работало советских специалистов в Улан-Баторе, поэтому в дом были вхожи не только наши специалисты, их дети, также все монгольские друзья. И на открытии этого дома был тогда первый секретарь ЦК Компартии Монголии Циденбал. И за эти годы было сделано очень много. И, конечно же, благодаря предыдущим поколениям, вот то, что мы имеем сегодня, предыдущему руководству, людям, которые работали в этом доме, вот даже среди наших коллег, моих коллег, есть люди, которые 38 лет, уже больше даже 38 лет работают в этом нашем коллективе, в нашем русском доме. Вот. А сам Русский дом представляет из себя это огромные площади выставочные, это курсы русского языка, это различные студии. Студия театральная, хореографии, танцевальная, изо-студия, вокальная студия руководит народный артист Бурятии, а Марху Барху известный по телевизионному конкурсу народный артист. Также в нашем доме есть молодежный театр «Орфей», который в прошлом году прославился к 200-летию Достоевского своей громкой постановкой «Гэмзэм. Преступление и наказание». И в течение месяца, в ноябре прошлого года, наш, как говорится, наш большой зал был переполнен. То есть спектакль шел с аншлагами на монгольском языке. И как раз-таки, что удивительно, молодое поколение монголов очень как бы читает Достоевского. Именно это «Великая пятикнижья», эти пять романов, которые написал наш великий классик. Это «Преступление и наказание», это «Подросток» и другие известные романы. Поэтому наш дом всегда открыт для особенно молодой аудитории, для детей. Проходит очень много конкурсов, фестивалей, концертов. Поскольку в «Русском доме» есть два прекрасных зала. Один зал большой на 450 мест и малый зал на 100 мест. Вот также у нас есть прекрасный пресс-клуб, из которого я сейчас с вами вышла в прямой эфир. И в пресс-клубе собираются журналисты. Мы проводим традиции, стало, вот предыдущий руководитель заложил прекрасную традицию проведения пресс-клуба с участием представителей монгольской прессы. И вот совсем недавно мы провели как раз-таки пресс-клуб с участием наших лета 2022, с участием наших ребят, молодежи, которые принимали участие в проектах «Россотрудничество. Новое поколение. Здравствуй, Россия». Если говорить о портрете наших посетителей, то это самая разная аудитория. Конечно, много детей, много школьников, много молодежи. И неважно, на каком языке они говорят, на русском или на монгольском. Поэтому наш дом открыт всегда для всех. И, конечно же, мы не могли бы добиться всех этих прекрасных результатов и такой славы о нашем русском доме, если бы не наши постоянные партнеры многолетние. Это общество дружбы, которым руководит наш герой космоса, герой Монголии, России, Гурахча. Это был десятый космонавт, который полетел в составе международного экипажа вместе с Владимиром Джанибековым. И вот одно из громких событий, которое произошло в нашем русском доме в июле этого года, это был такой телевизионный проект «Сто вопросов к космонавту». Когда перед ребятами, а на эфир собрались ребята, которые подготовили самые лучшие вопросы нашим героям космоса, Гурахче, Владимиру Джанибекову и Виктору Савиных, которые были как раз-таки на этой встрече. Они специально прилетели в Монголию. По случаю, поскольку в прошлом году было большое событие в Монголии, вообще оно было знаменательным. 2021 год – это и столетие дипломатических отношений, отмечалось широко это, и 40-летие полета в космос, Гурахчи и Джанибекова. Поэтому проводились широкоформатные выставки, было очень много задействовано партнерских организаций, и представлены интересные экскизы, макеты, связанные с космосом. Ведь в Улан-Баторе есть замечательный астропарк, которым как раз-таки руководит наш космонавт. Истинный герой, которого знает вся Монголия от мала до великая. Это наш главный человек, наш главный партнер, который нас поддерживает во всем. Также наши две организации – это Монгольская ассоциация преподавателей русского языка и литературы, это русисты монгольские, это также Монгольская ассоциация выпускников советских и российских вузов. Ведь порядка 70 тысяч монгольских ребят в свое время – выпускников советских и российских вузов. Это огромная армия, которая также является нашей большой поддержкой. И ведь российское образование – это тоже показатель качества, качества высокого профессионализма, поскольку выпускники наших вузов занимают ведущие посты и в правительстве, и в бизнесе, и во всех областях экономики. Я вижу, вы очень увлеченно рассказываете про русский дом. У меня еще будут вопросы про его современную работу. Я вот хотела остановиться на ваших гостях русского дома и спросить, в количественном соотношении в русском доме проводятся мероприятия больше на русском или на монгольском языке. И из этого задать вопрос, насколько широко распространен русский язык в Монголии, поскольку мы знаем, что при помощи нашего русского дома в различных iMac страны периодически открываются русские классы. То есть из этой повестки понятно, что запрос есть. А вот какое положение дел с русским языком в стране сейчас? И какие мероприятия проводятся у вас на русском, какие на монгольском языке? Ну, конечно, можно говорить много о русском языке, потому что я начну с того, что вот такое понятие, как монгольская русистика, существует только в Монголии, потому что именно научная основа была заложена, и много специалистов, которые занимались изучением русского языка. И русский язык до середины 90-х годов изучался во всех вузах. И если в середине 90-х годов 70% населения понимало, читали на русском языке, но интеллигенция монгольская вся говорила на русском языке, знали русский язык, то, конечно же, ситуация менялась. И вот к сегодняшнему времени у нас русский язык изучается в средних школах с седьмого класса, это два часа в неделю, это очень мало. То есть седьмой, восьмой, девятый класс, общеобразовательные монгольской школы, ребята учат русский язык. Но поскольку это очень маленькое количество часов, и когда они заканчивают школу, это 10-й, 11-й, 12-й класс, здесь 12 классов обучения, то русский язык у них, ну, как, скажем, английский или русский ты выбираешь. Если класс набирается 25 человек, то один час в неделю. Но, как вы понимаете, приоритет отдается больше английскому языку. И в связи с этим мы несколько лет назад задумали открывать центры русского языка при русском доме. И вот на сегодняшний день у нас существует 53 центра русского языка, созданные по всей Монголии. То есть в Улан-Баторе у нас 24 центра и 29 центров во всех регионах Монголии. Благодаря созданию центров мы можем их, как говорится, наполнять учебно-методической литературой. Опять же, это при поддержке Россотрудничества и проекту образования России. То есть учителя и центры получают учебную, художественную литературу. Также мы методически оказываем поддержку. Но, конечно, не всегда есть возможность приехать в Аймак. Но вот как раз-таки с сентября у нас начинаются командировки по регионам. И мы ездим, проводим олимпиады по русскому языку и по, естественно, научным предметам. Также праздники русского языка. И лучших ребят мы награждаем той возможностью, что ребята имеют право поступать, то есть участвовать в отборочных испытаниях на получение квоты для обучения в вузах Российской Федерации. То есть популяризация русского языка идет очень активно. И она в последние годы стала очень заметна, потому что, например, буквально завтра я поеду приветствовать учителей, которые приезжают по проекту «Российский учитель за рубежом». Это вот за много лет впервые 12 учителей поедут из России преподавать русский язык в регионы Монголии. Это проект «Интердома» имени Стасова. Это уже также при поддержке двух министерств образования. И мы, конечно, тоже всегда подставляем плечо свое, помогаем во всех проектах, направленных на популяризацию русского языка. Также у нас работают курсы русского языка в «Русском доме» круглогодично, можно сказать, это интенсивные и годичные курсы. И ребята осваивают русский язык, что дает им возможность тоже участвовать в отборочных испытаниях на получение квоты. Ну, а мероприятия в нашем «Русском доме» проходят какие-то на русском языке, какие-то с переводом, конечно. Фильмы, например, мы показываем на русском языке с субтитрами монгольскими или дублируем это, поскольку на сегодняшний день уже население так не владеет русским, как это было еще до середины 90-х годов. Но хочу сказать, что в Монголии, в Улан-Баторе, есть русские школы, которые обучают монгольских детей по российским программам. Они пользуются огромной популярностью. Здесь есть филиал Российского экономического университета имени Полиханова и лицей, где обучается 1700 учащихся с 1 по 11 класс. Есть знаменитая школа номер 3, это совместная монголо-российская школа, где 2700 учащихся, они получают два тестата российский и монгольский. Есть школа в Орденете, которая обучает тоже по российским программам, знаменитый ГОК, который когда-то строил весь Советский Союз вместе с монгольскими коллегами. Так что есть много частных школ, где тоже изучается русский язык. Есть школы с углубленным изучением русского языка. Но огромный, конечно, интерес к русскому языку присутствует на фоне того, что мы имеем большую конкуренцию с международными школами. Это и американская школа, и интерскул, и корейские, китайские школы, турецкие, индийские. Монголия очень много самых разных школ. Монголы вообще очень талантливый народ, и я смотрю, что они прекрасно изучают языки и развиваются. Родители стремятся детей отдавать в разные кружки, обучать языкам. И действительно, все-таки население Монголии – это 3 миллиона, несмотря на такую большую территорию. И миллион 800 – это жители города Улан-Батора. Если мы сравним ситуацию 20 лет назад, когда в Улан-Баторе было население где-то около 500 тысяч, полмиллиона, то на сегодняшний день это миллион 800. Город развивается активно, и на фоне юрточных районов, где проживают люди, но более невысокого достатка фешенебельные районы с прекрасными домами, таунхаусами – это тоже все. Ну, такая, знаете, страна контрастов. И вот буквально недавно, неделю назад здесь работала экспортная комиссия от Министерства образования России как раз-таки по изучению и потребности в русских школах, потому что потребность огромная. И как раз-таки монгольская сторона предлагает открыть совместную российско-монгольскую школу. Вот и в будущем, как бы в перспективе открыть пять еще таких школ в других регионах, не только в Улан-Баторе. Вот, ну, посмотрим, как дело будет развиваться. Значит, есть уже огромное желание со стороны государства, властей, вот, чтобы как можно больше людей знали язык своего одного из главных соседей. Валерия, на самом деле, по вашему описанию ведется очень масштабная работа. Названо столько цифр, что я даже, честно говоря, пыталась частично записывать, все не записала, но кажется, что внутренняя потребность в монгольском обществе к изучению языка есть. Вот, тогда, может быть, мы поговорим о том, зачем изучают язык, например, наше молодое поколение, какие возможности перед ними открываются. Есть ли запрос на получение российского образования? Я видела очень много от вас новостей по партнерским проектам с различными российскими вузами, и, по-моему, с среднеспециальными учреждениями. Я думаю, они тоже реализовываются, так скажем, по запросу общественности внутренней. Расскажите, пожалуйста, про отношения к российскому образованию, и, может быть, да, какие сейчас у вас в этом направлении есть проекты? Ну, опять, да, начну эта история, и как раз-таки в этом году тоже отмечается круглая дата. Это столетие начала обучения первых монгольских студентов в Советской России. В 22-м году первые 15 человек отправились на обучение в Москву. Эта традиция продолжается, и на сегодняшний день я уже говорила, что порядка около 70 тысяч выпускников советских российских вузов, которые обучались в Советском Союзе и сейчас обучаются. И квот у нас вот в этом году было 600 квот по правительственных квот Российской Федерации. Среди этих квот есть постоянно какие-то целевые, поскольку, конечно же, востребовано российское образование, оно пользуется популярностью, поскольку в Монголии работает Улан-Баторская железная дорога, это совместный тоже проект российской железной дороги, Улан-Баторской, и специалисты всегда востребованы. Также те предприятия, которые были построены еще в советское время, это энергетика, это и сельское хозяйство, много отраслей промышленности, в которых тоже требуются наши специалисты, поскольку тесное сотрудничество, ну а потом два соседа у Монголии, Китай и Россия. Конечно, нужно учить и русский язык, и китайский язык, и получать образование. И вот на сегодняшний день развивается активно новый проект, это «Газпром», поскольку газопровод «Сила Сибири» пойдет через Монголию в Китай, и, конечно же, через какое-то время потребуется очень много специалистов. И если, например, несколько лет назад основной спрос был на такие специальности, поскольку тут делаю тоже небольшую статистику, что ребята хотят быть, ну медик – это самая популярная профессия врача, потом юрист, менеджер, ну и международник. Последние несколько лет замечается тенденция, что ребята уже активнее выбирают инженерные специальности, IT-технологии. И, конечно же, целевые наборы существуют вот сейчас, поскольку «Газпром» начал работать в Монголии по газопроводу, и, естественно, потребуются специалисты в этой области. Поэтому мы будем привлекать, вести профориентационную работу. Вот мы начали активно заниматься с прошлого года профориентационной работой, страноведческой работой, поскольку в основном ребята выбирают вузы Москвы и Петербурга. А ведь у нас прекрасно развиваются регионы, и активно работают вузы Урала, Сибири. Хотелось бы, чтобы они еще активнее проявляли свое, как говорится, внимание. Не только приезжали делегации, но также двигалась работа в плане обучения русскому языку. И вот этим летом уже, например, Совет ректоров иркутских вузов, в прошлом году было подписано такое соглашение с ними, о том, что они будут проводить летние школы для преподавателей русского языка, которые обучают наших ребят в монгольских школах. И вот в этом году состоялись вот этим летом две летние школы. Одна в Ирниту, в Иркутском научно-технологическом университете. И 28 молодых учителей русского языка прошли обучение там. Такой, как говорится, коммуникативный курс был. И 40 учителей из Байанхангорского АИМАК прошли обучение в Иркутском государственном университете. И вот в данный момент у нас группа ребят, победителей викторины Красноярск-город-побратиму Ланбатора находятся сейчас в Красноярске. Это девять ребят. Это тоже был наш проект администрации города Красноярска при поддержке Русского дома, представительства Россотрудничества. И вот эти победители этой викторины поехали сейчас. А вместе с ними три учителя русского языка, которые также будут проходить повышение квалификации в Красноярском университете. Поэтому мы сейчас очень много делаем с партнерами и как раз-таки с региональными вузами. Кто-то работает лучше, кто-то работает не так активно. И вот буквально в начале августа как раз-таки с Красноярским аграрным университетом было подписано соглашение по набору студентов, потому что в Монголии нехватка агрария более 3 300 человек. Поэтому фонд образования при Министерстве образования Монголии подписал соглашение с Красноярским аграрным университетом. Поэтому спрос есть. И специалисты нужны, и ребята, которые возвращаются в Монголию после окончания российских вузов. Они учатся по всем направлениям. Начинают от бакалавариата, заканчивая аспирантурой. Приезжают хорошими специалистами, занимают ведущие позиции. Если посмотришь на наших выпускников вузов российских, спикер парламента Монголии – это выпускник Байкальского государственного университета, вице-спикер – выпускница Санкт-Петербургского государственного университета, а также министры тяжелой промышленности и в других областях, бизнесмены, руководители крупных компаний – это тоже выпускники российских, советских, советских российских вузов. И, конечно, они служат примером. Уже подрастает молодое поколение, которое тоже занимает какие-то посты в государственных структурах. И это очень важно. Это хороший пример. И монгольские студенты, они очень активны. Ведь все-таки два года ковида, они тоже сыграли немалую роль. Когда в прошлом году еще Монголия была под карантином, был карантин, студенты вышли на митинг монгольский и обратились к министерствам образования, к правительствам наших стран о том, что пустите нас учиться в Россию. И как раз-таки это заметили и ведущие телеканалы, и ребят, как говорится, отпустили на очное обучение. Поэтому очень активная молодежь в Монголии активно участвует в разных проектах, олимпиадах, конкурсах, всегда занимают ведущие какие-то места. Сейчас мы активно развиваем тоже волонтерство среди студентов. Наши студенты активно в российских вузах тоже ведут активную, не только учатся хорошо, что тоже, кстати, отметили в Министерстве образования, что монгольские студенты, они очень учатся усердно, вот, и активно участвуют в общественной жизни своих вузов. А это хороший пример. Вот совсем недавно мы как раз-таки буквально на прошлой неделе собрали первокурсников, которые поедут учиться в Россию. И перед ними выступали ребята, которые уже учатся. Они рассказывали, делились своими лайфхаками. То есть встреча длилась 4 часа. В зале было больше 300 человек, которые готовятся стать с 1 сентября студентами российских вузов. Поэтому активно ведется работа во всех направлениях. И можно много рассказывать. Но я думаю, что эту традицию активной жизни заложили предшественники, которые работали в этом русском доме. В прошлом году мы отметили 45-летие русскому дому. И президент Монголии наградил наш русский дом высокой наградой. Орденом Алтан-Гадас. Это орден полярной звезды. Слушайте, ну замечательно, очень радостно слышать, что у монгольской молодежи горят глаза, скажем так. И я хотела вот еще уточнить по этому поводу. Вот, например, отучился студент монгольский в любом российском вузе. Вернулся на родину. И вот, так скажем, корочка российского университета. Открывает ли ему больше шансов в поиске работы? Может быть, в поиске хорошо оплачиваемой, престижной работы? Или все-таки это то же самое, как идти устраиваться с дипломом любого другого вуза нероссийского? Ну, как я уже говорила, что да, у нас конкуренция здесь. И студенты тоже, даже заканчивая русские школы, они выбирают, получая там российский аттестат, они тоже едут учиться в Америку, они едут учиться в Китай. Но, по-моему, мне кажется, у молодежи сейчас широкий выбор работы, профессий. И я думаю, здесь же во многом зависит от человека в том, насколько он усерден, насколько он... Ведь тоже случаи частые бывают, что, например, студент поехал учиться в Россию, ну, не скажем, не соизмеряя свои силы. Вот мы сейчас поэтому ведем активную вот такую работу по страноведению, рассказывая о современной России, о том, что Россия – это не только Москва и Петербург, это регионы, прекрасно развивающиеся, это крупные города-миллионники, где тоже можно получать образование и иметь потом хорошую работу. Потому что ведь много же совместных есть каких-то проектов, есть предприятий, есть малый и средний бизнес, который тоже развивается. Вот буквально в начале июля у нас в РЦНК проходила в Русском доме выставка «Ворота в Азию». Это 35-я была по счету выставка, юбилейная. И после ковида, когда здесь собралось более 50 предприятий малого и среднего бизнеса при граничных регионах, Республика Бурятия, Иркутская область, Забайкальский край, Республика Тува, также и монгольские компании были представлены, то это все дает тоже повод, наверное, задуматься, что есть куда расти, есть развиваться в каких областях. И было подписано где-то порядка около 40 соглашений на этой выставке с монгольскими компаниями. То есть ребята не всегда правильно, может быть, выбирают профессию, когда не всегда знают о востребованности. Поэтому вот в прошлом году мы начали такую профориентационную деятельность, привлекая к этой работе и наши вузы, которые рассказывали о профессиях будущего. То есть то, что студент может получить на выходе, когда он закончит вуз, чтобы ему было легче трудоустроиться, найти свое дело по душе. Но вы же сами знаете, что сейчас как бы 4 года бакалавариата, и потом ты можешь пойти в магистратуру совершенно по противоположной специальности. Как говорится, был экономистом, например, стал русистом. Или наоборот. Так что, как говорится, время не стоит на месте. Тем более с развитием цифровых технологий появилась возможность получать образование в онлайн. И сказать о том, я всегда считаю так, кто хочет, тот добьется своей цели. В любом случае базовое образование всегда должно быть. Единственное, что, конечно, трудновато ребятам, которые не очень хорошо владеют русским языком. Гораздо легче адаптироваться и учиться, наверное, тем, кто уже владеет русским на хорошем таком уровне. Но, тем не менее, среди ребят из провинции есть много талантливых, которые своим трудом, своей целью, которую они ставят перед собой, добиваются больших успехов. И поэтому, когда выходят выпускники, это уже такие заслуженные люди, которые в свое время приехали учиться в Советский Союз из регионов. И они доказывают своим примером, что они добились успехов. Но как-то так я, наверное, отвечу на этот вопрос. Слушайте, ну я с вами полностью согласна. Выбрать профессию в юном возрасте достаточно непросто, точнее так, угадать наперед, скажем, что будет на пике, скажем так. Тем более, когда столько появляется новых профессий ежегодно с развитием технологий, в том числе. Действительно, всякие профориентационные курсы, мне кажется, для ребят прямо могут оказаться спасительным. Я хотела вот еще тогда у вас спросить, то есть ребята молодые готовятся к поступлению, ходят в русский дом, допустим, на курсы подготовительные. Как бы вы охарактеризовали, что вот из русской культуры привлекает их больше всего? Да, они, наверное, знакомы с нашей классикой литературы, может быть, с какими-то, например, знаменитыми уже ныне живущими художниками. А есть ли вот у них какой-то живой интерес к тому, что, например, происходит в культуре России сегодня? Слушают ли там молодые люди, а может быть, и взрослого, старшего возраста, что-то современных музыкантов российских, может быть, интересуются какими-то современными культурными проектами? Замечали ли вы такое что-то? Конечно, интересуются. Ну вот, например, буквально на прошлой неделе у нас проходил тоже новый формат. Мы сейчас как раз-таки опробовали новые форматы. Это квартирник. Квартирник был посвящен Виктору Цою. И вот на этом квартирнике собрались разные поколения. И, что удивительно, было очень много молодежи и детей, которые также с удовольствием поют песни Виктора Цоя. То есть им это интересно. Вообще молодежи монгольской интересна наша культура и эстрада. Такой масштабный проходил конкурс телевизионный тоже здесь в нашем центре. Это совместный проект с UBS телекомпанией. Называется «Наша песня». И вот когда молодые монгольские люди, которые даже не знают русский язык, ну там, может быть, что-то немножко понимают, а кто-то даже вообще не может говорить, поют прекрасно песни на русском языке, песни, хиты советских композиторов и современных. Здесь очень популярно и остаются популярные песни, например, «Маленькая страна». Когда мы приезжаем в школы Наташи Королёвой, они всегда поют эту песню. Очень любят. Но, к сожалению, единственное, что не хватает, это каких-то гастролей здесь наших групп. Я понимаю, что два года ковида они, конечно, сделали своё дело, что как-то народ сидел в заперти, как я говорю, да, у своих экранчиков. Вот. И, конечно, культуры, народ скучает по этой культуре, и именно хотелось бы, чтобы какие-то молодёжные группы сюда приезжали. Да, потому что у молодёжи есть свои кумиры, но они также прекрасно поют и любят песни советских времён, 90-х годов. Ну и современные, конечно, они знают наших певцов. И здесь это очень популярно, да. Так же, как английские песни, да, так же с удовольствием слушают. И даже на волнах радио очень часто, когда едешь в машине, слушаешь не только монгольскую музыку, но и прорываются тоже наши исполнители. Вот. Поэтому такой проект, как наша песня, когда они поют песни на русском языке, наших российских авторов, то это здорово. Это как-то вот именно молодёжь любит. Но у них есть какие-то группы современные, которые они тоже слушают, и хотели бы их здесь видеть. Здесь в последний раз выступала группа «Звери», вот, и собирала огромные, как бы, стадионы. Слушайте, ну, я говорю, это приятно слышать, что не одной классикой едины, так скажем. Да, наверное, больше хотелось бы гастролей, но, может быть, дальше будет легче и проще. Будем надеяться. Ну, я хочу сказать, что монголы очень талантливые певцы. Они прекрасные голоса и солист. Мариинки – это монгол, да, Тумар Батор, по-моему, да. И вот сейчас был недавно конкурс «Весёлый ветер» в Москве, в Доме композиторов, и тоже поехала целая делегация монголов, которые покорили москвичей, потому что давно монголы, ну, не выступали, как бы, да. Вот. И поют прекрасно, и не только эстрадные песни, но прежде всего это классика, это опера, которая тоже, ведь театр формировался здесь. В прошлом году столетие отмечалось, да, русская классика на монгольской сцене. Как раз-таки наши, наша профессура, наши преподаватели тоже воспитывали молодых монгольских, в те времена монгольских певцов, и, конечно же, в наших ведущих вузах искусства, культуры обучаются монгольские ребята. И, кстати, вот ГМЗМ как раз-таки поставил выпускник ГИТИСа, выпускник нашего известного Женовача, режиссера Сергея Васильевича. Вот. Поэтому, конечно же, русская школа чувствуется во всем, и балет. Вот у нас как раз-таки все лето проходили балетные интенсивы в Бурятии, в колледже балетном, и не только будущие балерины были, на этом интенсиве, а также и другие коллективы, драматические. И вот конкурс балета, который проходил шестой международный, в этом году он стал международным, и он проходил на нашей сцене, на МАДИК. Организаторами этого конкурса являются тоже солисты театра оперы и балета Монголии. Вот было много очень талантов, я скажу, от четырех и до двадцати это вот все были балерины на сцене. Валерия, спасибо вам большое, что нас так просветили в плане работы Русского дома. Хотелось бы спросить, вот такая у вас там всегда насыщенная программа, и у вас точно уже есть какие-то, я думаю, великие планы на будущее. Может быть, нам завесу тайны и расскажете, что мы можем ждать от Русского дома в Улан-Бадаре в ближайшее время? Ну, в ближайшее время нас ждет образовательная выставка, первая после ковида. Через два года, с 6-8 октября, у нас пройдет выставка образовательная, на которую уже, как говорится, собираются приехать много вузов. В рамках этой выставки состоится слет выпускников российских советских вузов. Также мы будем проводить новый проект, который назывался «Библия ночь». Вы про культуру спрашивали до этого. Это как раз-таки то, что интересует молодежь. «Библия ночь» – это знакомство с современной литературой. Также нас ожидает, ну, конечно, это с регионами проекты, это российско-азиатский форум. И вот еще один проект, о котором я хотела сказать, мы не сказали, я не сказала о соотечественниках, которые, потому что здесь тоже уникальная диаспора. И вот тот проект, который был в начале года объявлен, женщины-лидер при поддержке Россотрудничества, то наши соотечественницы тоже приняли участие. И вот один из проектов, который запустился в июле напрямую. Вот команда соотечественниц, одна из которых тоже наша активистка. Вот вчера был тоже прямой эфир с нашей площадки, с пресс-клуба. И следующий эфир в сентябре мы тоже проведем из нашего пресс-клуба об образовании. Ну, то есть проектов много. И, конечно же, это проекты с вузами, и сертификационное тестирование учителей, то, что мы проводим с Санкт-Петербургским университетом, с центром тестирования. Мы вот тоже подписали дорожную карту. И это тестирование проходит бесплатно для учителей. В прошлом году мы протестировали, в этом году и в следующем году тоже продолжим эту традицию. Она новая, но сложная. Но, тем не менее, мы это будем продолжать. Ну, и, конечно же, это спектакли, которые готовят наши в проекте у Театра Орфей «Мастер и Маргарита» по Булгакову. Ну, что еще у нас там в проектах? Я самые ближайшие называла. Конечно, это «Кремлевская елка». Это проект, который возродился через 30 лет. Вот он был в 19-м году запущен. Это елка кремлевская в Русском доме, которая традиционно проводилась еще в те далекие советские времена. И мы приглашаем на эту елку наш подшефный детский дом «Большая семья», а также интернат для слепых и слабовидящих детей. Это также кремлевская елка для детей соотечественников. Это большой такой театрализованный проект. Это реализуется именно русским домом. Правильно я понимаю? Да, это реализуется русским домом. Он был возрожден в 19-м году по инициативе русского дома. Потому что, вот если тоже интересная вещь, когда монголы старшего поколения, когда говоришь слово там «РЦНК», «А», «ДСНК», «Елка», «Артек». Еще один проект, который возродился, это «Мы поедем в Артек», телевизионный проект знатоков русского языка. И вот мы его тоже как бы возродили с НПО «Дети Монголии». И вот первый раз этим летом дети после двух лет ковида, победители конкурсов к 75-летию победы, поехали в Артек. Вот такой был сложный путь. Не просто из Монголии добираться. У нас нет прямых рейсов с Москвой. Но тем не менее дети поехали в Артек, прекрасно отдохнули, набрались сил. Ну, это все наши активы, те, кто посещает все эти поездки, участвуют в различных конкурсах. Вот, поэтому... Валерия, ну, прекрасные планы. Мы вам желаем большой удачи. Мне кажется, у вашего русского дома все получится. Будем ждать от вас прекрасных новостей, прекрасных фотографий. Друзья, спасибо сегодня, что вы были с нами. Надеюсь, наша беседа вам понравилась. Валерия, еще раз спасибо вам. Может быть, вы хотите пожелать нашим слушателям на прощание что-нибудь интересного. Ну, во-первых, я хочу вас поблагодарить, что вы выслушали 40 минут моего спича. Я могу говорить долго, рассказ. Может быть, я кого-то забыла упомянуть или о ком-то не сказала. Но я всех благодарю, кто меня слышал сегодня, кто меня знает, кто знает наш русский дом. И добро пожаловать в русский дом. Мы ждем вас, ждем вас, ждем вашей поддержки всех. И хочу поблагодарить всех наших партнеров и, конечно же, посольство России в Монголии, которое тоже нас активно поддерживает. Спасибо всем, кто сегодня был с нами в прямом эфире. Да, друзья, спасибо. В следующую пятницу у нас также состоится эфир с главой Русского дома. Следите за анонсами. И Россия с вами. Всем до свидания и хороших выходных. Продолжение следует...